Год спустя, после трагической кончины Владимира Высоцкого, выдающегося советского артиста и поэта, его старший сын Аркадий, известный сценарист, стал отцом дочери Натальи. В 90-е годы Наталья вместе с матерью переехала в Соединенные Штаты, где ее жизнь кардинально изменилась. Давайте узнаем подробнее, как сложилась судьба внучки «Голоса поколения» и где она находится сейчас. Наталья Высоцкая, дочь известного сценариста Аркадия Высоцкого, появилась на свет и провела свои детские годы в Москве. Она посещала обычную столичную школу номер 45. Наталья с теплотой вспоминает своих учителей, которые приложили немало усилий, чтобы помочь ей в учебе. Вместе с тем, женщине иногда было непросто учиться в школе, отчасти из-за своей знаменитой фамилии. «Я тогда только это и слышала, и мне это было неприятно. Я пыталась от этого избыточного внимания убежать. Тем более, что часто это ставилось в укор. У тебя такая фамилия. Как ты можешь так плохо учиться?» Рассказывала Наталья. За стенами школы Наталья также не чувствовала себя полностью комфортно. Несмотря на то, что ее родители развелись, она постоянно сталкивалась с напоминаниями о своем знаменитом деде, Владимире Высоцком. Юная Наталья не могла скрыться от славы своего легендарного предка, которая повсюду преследовала ее. Лично я деда не знала, я родилась через год после его смерти. Я тосковала по отцу, но родители не ладили, и я его редко видела. Разбитая семья, ни бабушек, ни дедушек. Никто не участвовал в нашей жизни, одна мама. И при этом мне все время про деда напоминали, от этого было невозможно никуда деться. Я не ценила его творчество. Да и какой ребенок может в нем что-то понять? Я знала, что Высоцкого полагается ценить. Из всех форточек и всех машин доносились его песни, признавалась Наталья. В 1996 году Наталья вместе с мамой переехала в Америку. Москва 90-х казалась им не лучшим местом для жизни. Незадолго до отъезда Наташа попала в ДТП, ей чудом удалось сохранить жизнь. После переезда в Америку Наталья погрузилась в поиски духовного пути. В течение нескольких лет она последовательно обращалась к различным религиозным верованиям, исламу, затем разным течениям иудаизма. По отцовской линии ее родственники были евреями. Истоки этого поворота в ее судьбе уходили корнями в далекое прошлое. Наталья вспомнила своего прадеда, отца знаменитого артиста, у которого когда-то в детстве гостила. Этот пожилой мужчина говорил на идише, пел еврейские песни и знакомил маленькую Наташу с культурой и традициями ее предков-евреев. Дедушку Высоцкого на самом деле звали Вольфом Шлеомовичем Высоцким, а бабушку Дарью Алексеевну – Деборой Евсеевной. В доме члены семьи общались только на идише. Известно, что бабушка оказывала колоссальное влияние на будущую звезду и всячески поощряла его творческий потенциал. Яркие воспоминания из детства впоследствии дали новый импульс духовным поискам Натальи. Она стала много читать об иудаизме, глубже изучать историю и верование еврейского народа. Это постепенно привело ее к тому, что иудаизм стал занимать все большее место в ее жизни, оттесняя на второй план увлечения исламом, которое наблюдалось у нее ранее. В итоге внучка Высоцкого остановила свой выбор на движении Хаббат, одном из направлений хасидского иудаизма. Хаббат призывает к радостному служению Всевышнему и глубокому изучению законов Торы. Очевидно, именно в этом учении она нашла духовное удовлетворение после многих лет религиозных поисков. Девушка получила высшее образование в США, и перед ней была открыта дорога в блестящее и перспективное будущее, но она выбрала иной путь. Внучка Высоцкого работала по профессии в Америке и других странах, возвращалась жить в России, а затем снова уехала в США. Она отправилась в Питтсбург, где находится большая еврейская община. Еще в университете Наташа познакомилась с парнем по имени Шлома Теплицкий из Одессы. Его семья придерживалась ортодоксального иудаизма. Вновь они встретились в Питтсбурге. Наталья вышла за него замуж и тут же сменила имя. Теперь ее зовут Наама Теплицкий. Вера не запрещает ей работать. Наама имеет опыт работы в разных странах. Сначала я поступила на лингвистику, потом увлеклась журналистикой. Затем я решила стать преподавательницей иностранных языков или переводчицей. Я знала четыре языка – русский, английский, немецкий, испанский. Жила в Южной Америке, в Германии. Передумала и захотела заняться иллюстрацией и дизайном. Наверное, в Америке это преподается не так качественно. В России школа детской иллюстрации на более высоком уровне. Но я отучилась и стала детским художником. Занималась детской фотографией, работая в хабадской школе, делала книги для детей, разные пособия. Но это не приносило денег. И я решила оставить рисование как хобби и пошла учиться на бухгалтера, рассказывала Наама. Сейчас внучка Высоцкого совсем не занимается своей карьерой, ведь она многодетная мама, и без работы ей хватает забот и хлопот. У пары семеро детей. Следуя строгим религиозным правилам, Шлому и Наама отказались от использования средств контрацепции. Они глубоко верили, что количество детей, которые у них будут, должно определяться волей Бога. Супруги Шлому и Наама строго следуют законам и традициям своей религии. Они стараются избегать всего, что могло бы отвлечь их от духовных ценностей. У них нет телевизора, светскую музыку они не слушают, светскую литературу не читают. Когда я приняла решение вести такой образ жизни, то раздала все свои книги, оставила все это в прошлом. Я благодарна каким-то книгам, фильмам, песням. Они сделали меня тем, что я есть, но дальше я иду без них. И песни Владимира Семеновича на какое-то время тоже ушли в прошлое. Семья также старается минимизировать свое присутствие в социальных сетях, хотя Наама публикует фото с детьми. Наама и Шлома не афишируют подробности своей личной жизни, стремясь уберечь детей от излишнего внимания и влияния внешнего мира. Они предпочитают сконцентрироваться на воспитании детей в строгих религиозных традициях. «Я очень боялась, что мои дети будут испытывать то же самое любопытство со стороны окружающих, которое причиняло мне в детстве такой дискомфорт. Мы с мужем ушли под воду, не хотели, чтобы нас кто-то трогал», — рассказывала Наама. Многих соотечественников сильно удивляет и даже шокирует такой необычный жизненный путь внучки легендарного Владимира Высоцкого. Ее выбор строго следовать религиозным традициям кардинально отличается от образа жизни большинства россиян. Тем не менее, к большому счастью, родные Наамы, ее близкие люди, с уважением и пониманием относятся к ее решению. Они принимают ее выбор, даже если он не укладывается в их привычные представления о жизни. Бабушка православная. Папа был православным, не знаю, как сейчас. У нас очень близкие отношения, но на религиозные темы мы стараемся не говорить. Года два назад он приезжал к нам с женой и младшими детьми, а у моих детей в школе как раз был день бабушки и дедушки. И он приходил к ним в школу. То есть он совершенно спокойно относится к моему выбору, признавалась Наама. Внучка Высоцкого не исключает своего возвращения на родину. Три года назад она заявила в интервью, что сохраняет российское гражданство и обсуждает с мужем, где они будут жить дальше. И мы думаем, что может быть было бы правильно вернуться в Россию, подчеркивала Наама. После февральских событий Торика в семье поменялась. Наама хранит молчание, а ее муж открыто поддерживает Украину и с негативом высказывается в пользу россиян. Продолжение следует...